Всем привет! Сегодня практически у каждого из нас есть свой профиль в инстаграме, и мы даже пытаемся регулярно туда что-то выкладывать. И даже если у вас не так много подписчиков, все равно хочется, чтобы фотки были красивыми, набирали много лайков и подписчикам они нравились. Сегодняшние наши советы будут полезны начинающим инстаграмерам, которые хотят найти свой стиль и собрать вокруг себя аудиторию единомышленников. Большую или совсем маленькую, не важно. Если вы не знаете с чего начать, то вот вам первый совет. Начните с идеи или тематики вашего профиля. Сосредоточьтесь на конкретной теме. Кулинарные блоги, питание, танцы, одежда. Да, в инстаграм уже есть все, но никто не мешает вам делать это по-своему. Не обязательно быть экспертом, чтобы начать вести свой блог. Описание попыток преуспеть в том или ином занятии собирают аудиторию не хуже бывалых специалистов. Главное уметь преподнести как победы, так и поражения. Выбирайте яркое, привлекающее внимание фото вашего профиля. Оно должно запомниться случайным посетителям и старайтесь не менять его какое-то время. Так вас легче будет найти. От названия профиля зависит большая часть успеха. Он должен быть тоже запоминающимся и не сложным. Выбирайте созвучные слова и подходящие символы. Также опирайтесь на опыт оформления аккаунта успешных блогеров. Полистайте странички блогеров, на которые вы подписаны. Отберите лучшие по вашему мнению оформления, смиксуйте и получите свой личный перечень информации о странице. Подпишитесь на аккаунты людей, на которые вы хотите быть похожи. Старайтесь следовать их видению. Вы не будете один в один похожи, наоборот. Со временем это выработает у вас свой фирменный стиль. Сделайте несколько публикаций в вашем новом стиле. И для того, чтобы новые посетители сложили впечатление об аккаунте, нужно не менее 9-12 постов. Контенту надо подходить ответственно. Многие блогеры создают контент-план на несколько дней, а то и недель вперед. И это нормальная практика, так как ежедневно посещать красивые места и делать фото сложно. Пост в инстаграм содержит до 2200 символов. Если ваш текст не помещается в этот размер, перенесите часть в первый комментарий. Это частая практика у блогеров. Проблема возникает, если обсуждений будет слишком много, тогда пользователям придется долго добираться до первого комментария в теме. Поэтому лучше сокращайте тексты или дробите историю на несколько постов с одним хэштегом. Регулярный постинг обеспечит вам стабильный прирост подписок. Кроме того, совет от популярных блогеров – постить один-два раза в день. Для создания красивого кадра нужно много практиковаться. Фото должно вызывать эффект вау. Чем сложнее повторить фото, тем больше лайков оно наберет. Можно не знать правил композиции, но с практикой приходит интуитивное понимание идеального для вас кадра. Все, что вам нужно – это иметь телефон с хорошей камерой, чтобы она всегда была у вас под рукой. Не забывать протирать эту самую камеру перед съемкой и снимать, снимать, снимать. Попстерс – сервис для аналитики и анализа контента в социальных сетях. Принцип работы – находит самые популярные и комментируемые посты на любой странице, считает вовлеченность и формирует отчеты. Ask Lisa – очень интересный инструмент для Instagram. Предсказатель успешности фото. Загрузите несколько снимков, из которых не можете выбрать, и сервис определит, какая фотография получит большую реакцию ваших подписчиков. Поднять активность на первых порах помогут прямые эфиры. Если вы уверенно держитесь в кадре и вам действительно есть, что рассказать, тогда дерзайте. Предупредите подписчиков о трансляции заранее. Сделайте анонс в посте или в сторис. Выберите время, когда ваша аудитория онлайн. Для этого проанализируйте аккаунт соцсети в том же Попстерс. Подождите, пока соберется побольше аудитории. Не переходите к основной теме трансляции сразу же. Но при этом нельзя терять зрителей, которые уже пришли. Придумайте заранее, чем займете время ожидания. Расскажите истории по теме трансляции или устройте интерактив. Отвечайте на вопросы подписчиков или наоборот, спросите их о чем-то. В Instagram существует подписка на хэштеги, поэтому продвижение с их помощью может приносить трафик. Об эффективности геотегов еще ведутся дискуссии, но мы посоветуем вам для начала место расположения в оформлении поста все же отмечать. Поговорили о том, что делать можно, пришло время отметить о том, что категорически запрещено в Instagram. Сейчас подписчики очень остро реагируют на большое количество некачественной рекламы. Нужно к этому относиться осторожно и добросовестно. Не рекламируйте все, что попадется под руку. Все должно быть органично и в пределах стилистики профиля. Читателям также не нравятся посты, выбивающиеся из общего стиля. Люди начинают отписываться. Желательно говорить на том языке, на котором говорят ваши фолловеры. Исключите нецензурную лексику, религиозные, политические и этнические темы. Ну что ж, будьте активными, лайкайте, комментируйте, ведите диалоги с вашей аудиторией и удача обязательно будет на вашей стороне. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok